24 января премьер-министры Украины и Словакии встретились в Ужгороде. Роберт Фитца и Денис Шмыгаль подписали двусторонний договор, который подтверждает дальнейшее сотрудничество. Конечно, есть вопросы, по которым у нас разные мнения, но это политическая жизнь. Я думаю, что если вы посмотрите на делегацию Словакии и на темы, которые вы хотели бы обсудить, то увидите, что мы действительно хотим сотрудничать, действительно хотим помочь вам. Фитца и Шмыгаль подписали совместное заявление, исходя из которого Словакия поддерживает евроинтеграцию Украины, а также формулу мира президента Владимира Зеленского, которая предусматривает вывод всех войск РФ и восстановление территориальной целостности Украины. Между риторикой Фитца внутри страны и за ее пределами было большое расхождение. Я считаю, что Украина очень умело работала над предотвращением эскалации такого рода напряженности. Павел Демеш, министр иностранных дел Словакии 1991-1992 годов из публикации издания Financial Times. В преддверии встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, его словацкий коллега Роберт Фитца отметился рядом скандальных заявлений в отношении Украины. Он условно копирует политику Трампа, то есть коммуникацию. Очевидно, что это такой сигнал союзничества с Трампом после того, как он может стать президентом. Сюда же и Орбан, очевидно. Но политические заявления мы не должны воспринимать как свершившийся факт. Выбранный в октябре 2023-го на пост премьер-министра Роберт Фитца спустя месяц заявил о прекращении поставок оружия Украине. Словакия продолжает придерживаться этой же позиции. Однако власти также отмечают, что не будут разрывать с Украиной частные военные контракты. Аналитики отмечают, что оборонные предприятия Словакии загружены военными заказами для Украины, что дает рабочие места. Именно потому это является важным фактором, почему Фитца не останавливает поставки. Словакия не будет прекращать частные контракты в военной сфере. Спикер Национального совета Словакии Петер Пелегрини напомнил, что боеприпасы для Украины также производятся на полугосударственных предприятиях, и что объекты на востоке Словакии, где по инициативе Германии ремонтируется поврежденная украинская техника, не будут закрыты. Из публикаций издания NH Online. Свою гибкость Фитца также проявляет и в вопросе предоставления финансовой помощи ЕС Украине. В начале января 2024-го, как информирует издание Associated Press, словацкий премьер поддержал своего венгерского коллегу Виктора Орбана и заявил о необходимости изменить план Европейского союза о финансовой помощи Украине на 50 миллиардов евро. Теперь же Фитца заявляет, что Словакия не будет препятствовать выделению этих денег Украине. Они хотят, чтобы мы одобрили выделение 50 миллиардов евро для Украины в течение следующих четырех лет. Словакия согласна, мы не будем препятствовать. Они хотят, чтобы мы политически пригласили Украину в ЕС, хотя мы знаем, что подготовка Украины недостаточная. Здесь мы также сказали «да». У Украины и Словакии формируется новый этап отношений. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, политика между государствами будет строиться на основе нового прагматизма. Никита Скобликов для телеканала Freedom.